На прошлой неделе в Центре туризма прошла районная игра «Юит действует». Об этом смотрите далее. 50 детей стали участниками районной игры. В этот день ученики школ города боролись за звание лучшей команды. Они набирали баллы на различных локациях, упражнялись в езде на автодроме. Вместо машины детям был представлен самокат. Проходили тест на правила дорожного движения, практиковались перебинтовки разных видов ушибов и травм, узнавали знаки и проезжали перекрестки на игрушечных машинах. Проходит районная игра «Юит действует», целью которой является напомнить детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, тем более проведение данной игры актуально в настоящий момент на рубеже осени и зимы. Практически все участники состоят в отряде «Юит» и знают правила лучше взрослых. И что было самым трудным из этих заданий, дети поделились с нами. Скажи мне, а что было самое трудное для тебя? Ну, для меня ездить на самокате. А в чем трудное состояло? Объезжать, чтобы когда я все объехал, я поехал как-то, ну не поправила. А что самое легкое? Это знаки. Что самое трудное было? На перекрестке. Самое трудное было, где надо было взять знаки и построиться, и запомнить их. Самое трудное – запоминать знаки. А самое легкое? Самое легкое – завязывать ноги бинтом. Дети провели не только весело время, но и познавательно. К сожалению, из-за погодных условий не смогли приехать ребята из поселка Эльбан и поселка Известковый. Игра проходила в два этапа. Вторым этапом, и самым интересным, как отметили дети, была визитная карточка, где школьники представили свои визитки, речевки, сценки, сказок на тематику дорожного движения. Выучи правила дорожного движения сам, научи другого. Зазналадится скорее, и меньше будет горя, когда юристы БТН находятся в дозоре. Данное мероприятие проводится по инициативе госавтоинспекции по Амурскому району. Яна Кубрышко, Евгения Дудко, Игорь Демьяненко, телеканал Амурск.